Ребят, всем привет! Всем привет! Димарик сегодня приехал в гости. Сегодня будем заниматься копчением. Собрал коптилочку. Диман помог в электронике. Вот такая коптилочка, ребят. Обзорчик потом я вам покажу в процессе. А сегодня мы приготовим вкусные окорочка куриные горячего копчения. Вот Димарик сейчас мне покажет весь процесс. Я сразу на ус намотаю и буду уже... Да, чтобы потом это как бы все остальное мог коптить. Но у нас сегодня, кстати, первый запуск. Да, сегодня первый запуск. Сейчас показать чистенькое, идеальное. Я сейчас поближе покажу. Начинаем потихонечку. Давай, погнали. Для нашего приготовления понадобится сами окорочка. Сейчас вот этот вот жир мы все это обрежем. Нам не нужен будет. Значит, нитритная соль, поваренная соль и сахар. Ну, соответственно, вода. Сделаем рассол. И у кого нету шприца, вот как у Миши кулинарного, обычный, медицинский, вот приобрели на 50 кубов. Как бы хватает. Все это дело разбавим сейчас с водой. И будем прокалывать каждый окорочок. Погнали. Давай. Так, я в чем снимаюсь? Давай, жиром хорезай. Да, ты обрежай жиром, да. Я сейчас домучу короче. Давай. Так, ребят, у нас 3,5 килограмма окорочков. Ну, так где-то 3,900. Сейчас пока обрежется весь жир. Будет 3,5. Добавим 350 грамм воды. У нас получается из расчета на 1 килограмм сырья идет 100 миллилитров воды. И на 1 килограмм сырья идет, получается, 10 грамм нитритной соли, 8 грамм поваренной соли и 5 грамм сахара. Это нормально будет, саморай? Отлично. Добавляем нитритку. Поваренную соль и сахар. Все готово. Замечательно. Кошечка. Да. Набираем наш маринад. Надеваем иголочку. И вот таким образом, хоп, и прокалываем. У тебя уберенные такие движения, да. Так вот, прокалываем, видите, вот как надувается. Погнали так вот каждый окорочок. Ну, кончилось, набираем еще. Так, ребят, прокололи мы все наши окорочка. И сейчас будем... У тебя же крючки есть, да? Да, конечно. Сейчас крючками прямо вот будем протыкать и подвешивать на вишела, вот в коптильню на обветривание. Ну, обялочка, обветривание. Минут на 40, на час вот так вот посмотрим. Как раз нитритка проработает, там подмаринуется они чуть-чуть. И уже потом будем коптить. Ну, дальше в процессе все покажем. Обязательно покажем. Начинаем. Точнее, продолжаем. И в коптильню на обялочку. Вот, красота, ребята. Открываем и начинаем вывешивать окорочка. Окорочка. Вышла вот таким вот способом. И чтоб попить, повесим на одну. О! Отлично! 10 штучек. Так, ребят, повесили. Откручиваем анимостат. Это у нас. Закрывает вентилятор, чтобы во время копчения дым у нас не выходил. Открутили. Включаем коптильню. У меня сейчас 26 градусов. Ну, в принципе, нормально. Сейчас посмотрим. 53 стоит сейчас мы уберем. Поставим где-то до 25. И включаем один вентилятор на конвекции. И включаем вот этот приточный вентилятор, который будет у вас можно забирать с улицы. Ну, и сейчас посмотрим, что через полчаса у нас будет. Погнали. Так, ребят, у нас подсушилась, видишь, матовая такая. Подсушилась наша курочка, наша карачка. Сейчас будем ее оттеплять. Оттеплять будем до температуры внутри продукта 30 градусов. Берем самый жирный и вставляем в него. Включаем. Вот сейчас 20 градусов. Видно, нет? Открываем. Ставим температуру 40. И ждем, пока здесь будет 30. Потом выключаем все вентиляторы. Добавляем дым и начинаем капнуть. Так, ребята, вот 30 градусов. Выключаем вентилятор. Открываем каптильник. Закрываем приточный вентилятор. Чтобы у нас дым не выходил. Все, конвекцию оставляем. Заряжаем сейчас наш дымогенератор щепой. Поджигаем. Выставляем температуру 75 градусов. Начинаем каптить. Коптить будем на альсе. Засыпаем дымогенератор. Я думаю, что скатаем еще. В бункер. Нормалек. Нормалек. И что за суть? Ага. Или крышка? Вот лежит. Накрываем крышкой. Включаем. Начинаем поджигать. Сейчас посмотрим, как идет у нас дым в камеру. Дым пошел. Дым идет хорошо. Закрываемся. Ребят, выставили в камере 75 градусов. И будем ждать, пока внутри продукта будет где-то градусов 60. Потом останавливаем мы процесс копчения. И будем уже делать варку. Ну, паром поставим туда какую-нибудь емкость с кипяченой водой. Прям с крутым кипятком. Выставим на 90. И будем уже до готовности до 73 доводить. Коптим. Так, ребята, у нас температура достигла 60 градусов внутри продукта. Закончили мы процесс копчения. У нас уже все прогорело. Выключаем подачу дыма. Открываем. Смотрим, что у нас получилось. Ух, ребята. Вот такая вот красота. Кипятится чайник. Сюда установим какую-нибудь тарелку здоровую с кипятком. Поднимем температуру и будем варить. Вот, ребята, поставили посуду такую нержавеющую. Наливаю кипятка. И теперь будем варить. Поехали. Так, друзья, дождались мы этого момента, когда наш температура достигла 73 градусов. Открывай. Такая красота у нас получилась. Сейчас мы выключаем все. И оставляем ее вот в таком вот виде. До завтра. У нас отвесится, проветрится немножко. И завтра будем дегустировать. Так, ребятушки, застаем наши крючка. Красавчик. Отвеселись. Ночку. Такие красивые. Сейчас дождусь бузловского паренька и будем дегустировать. И будем быстро кушать. Вот дождался Дмитрия, приехал ко мне в гости. Да, у нас прошло два дня, они у нас отлежались в холодильнике. Отлежались, отлеселись. Набрали. Что больше отмечать, да. Кстати, ты заметил, что шкура стала? Она стала мягче, да. Но шкур я не ел. Так, ну что, давай. У нас сегодня квасочек. Квасочек. Вот я за мной еду. Ой-ой. Ой. Ребята. Очень вкусно. Очень нежно. Довольно тричка сработала. Мясо розовое. По соде. Идеально. Ну все идеально. Коптилочка работает. Надо будет снять ролик, и я тебе покажу, как ребра свиные. О. Запасы. Подпиласик. Вообще. Так, ну что. Будем продолжать уничтожить. Знаете, вкусняшенько. Да. Ребят, очень вкусно. Слов нет, да. Подписывайтесь на наши каналы. На канал Михаила, на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. А мы будем дальше делать еще вкуснее. Да. Всем до встречи. Пока. Бомба.